Я узнала, что он таксикоман. Да, мы перевели его в другую школу, и вроде бы прогуливал там что-то, не обращала внимания особо. Но стала замечать, что подходит, разговаривает со мной, и от него такой запах ацетона. Ну и я, естественно, стала смотреть в интернете везде, что это может означать. И, в общем, в основном такую информацию встречала, что там с печенью проблема. И когда стала заходить на молодежные какие-то группы в интернете, я стала видеть, что это далеко не печень. То есть это, скорее всего, он дышит там ацетоном. Ну, в общем, он токсикоман, да. Ацетон, клей, там разное. Не ацетон, а карп, да. И, в общем, я тогда обратилась в центр, поехала к нам в наркологию государственную. Я испугалась, хотела его вылечить. Вот тогда еще был подростковый корпус. Там я познакомилась с замечательным психологом и с психиатром, с наркологом, да, Алымкулова Ирина Юрьевна. И она стала, в общем, мне помогать в лечении Димы. Вот у него пошло, получается, по накатанной. То есть я тогда стала изучать в интернете, что вообще такое токсикомания. Мне, я нигде не могла найти информации, очень мало об этом было информации. Мне вообще казалось, что только он такой у меня. Ну, и я его стала лечить. Потом у него начались таблетки. Такой вот у нас был период. Это были обезболивающие, сильнодействующие препараты. И потом у него пошло, дошло до тяжелых наркотиков, до синтетических. Ирина Юрьевна говорил, что я бросил. Все, в принципе, я уже потом не чувствую от него запаха от стона. У него еще произошла такая ситуация. У него, в общем, получается, что токсикомания, ну вот за период, что он токсикоманил, он сжег себе носоглотку. У него до сих пор он, в общем, не чувствует запахов. То есть сколько лет уже прошло, ему 21 год. Он чувствует только сильные резкие запахи, а вначале не чувствовал вообще. То есть он себе сжег полностью носоглотку. И вот тоже оставил это дело, потому что, наверное, это уже было больно. Да, и как-то он переключался на другое. И вот переключился, получается, на таблетки. А потом переключился на что-то похуже, да. Конечно, всегда говорил, когда я узнавала там, всегда говорил, что я брошу, я все, я не употребляю, не пью эти таблетки, да, там и вот эти капли. Но я верила, старалась верить, хотела верить. Я как-то, мы его просто пролечили от депрессии 11 месяцев. И я знала, что он не употребляет. Сейчас мы поняли, что у него депрессия. Когда я обратилась с этой проблемой в наш психдиспансер, да, у нас советская один, все-таки от него убирали руки. Я обратилась к четырем психологам, которые там, это наши государственные, они говорили, что для того, чтобы работать с подростком, который вот употребляет таблетки, и токсикоман, ну, нужно там подготавливаться, да, то есть никто, никто не брал на себя ответственность. Ранее мы обратились к психологу, она выявила у него депрессию, то есть, возможно, у него депрессия, да, и посоветовала нам обратиться к психотерапевтам, что я и делала, я пыталась найти психотерапевта, который бы пролечил депрессию. Но так как там антидепрессанты и такие вот, ну, препараты, да, нужны, сложные, ему, за него боялись брать ответственность на себя, и нас вот так пинали, 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 потом, в общем, посоветовали один частный центр, и там психотерапевт Павел Петрович, он помог. Он взял на себя ответственность и, в общем, назначил препараты Диме, он все пропил, где-то 11 месяцев заняло, и вроде бы мы на полтора года забыли об этой проблеме. Где-то полтора года вот забыли вообще об употреблении, об вот этом вот всем, но потом все вернулось еще хуже, через полтора года. И я его стала видеть вообще другим, то есть, он вообще другой. Ты знаете, видишь своего ребенка, да, и я вижу, что что-то не то, но и тут же одновременно боюсь углубляться, потому что я уже с этим сталкивалась, и я понимаю, что лечить мне его негде, и я его не смогу никак вылечить, да, и тут же я вижу, что он, там, глаза бегают, да, он там резко похудел, и такой, как бы иногда это и мой сын, и иногда это я не знаю кто. И вообще полная трансформация даже в моем сознании произошла тогда, когда он мне позвонил и сказал, что, ну, мам, там, мам, приедь, забери, у меня проблемы, да. И вот он был тогда на Лилинке Бакамбаева, это для меня, это было 9 июля, я это навсегда, да, запомню, то есть вот с 8 вечера до... Это буквально произошло все быстро, он уехал к другу, и вот он мне позвонил и сказал, что, забери меня, у меня проблемы. Я приехала, увидела его в паранойи тогда, и мне два парня помогли, отвезли его вместе со мной в наркологический, в наркологический центр в наш. Его, в принципе, оттуда уже я не забрала, потому что были, видели, что он в паранойи, и одновременно он подросток, ему 16. Ну, его оставили до выхода из вот этого состояния, из параноидального, да, то есть у него вот эта вот мания преследования, да, что кто-то преследует, про какую-то игру он постоянно говорил, что какая-то игра продолжается, да, в общем, все вот это вот я слышала, пока мы его везли в наркологию к нам. Я тогда пришла домой вечером, не вечером, это где-то уже 10 часов, оставила его в наркологии, и я тогда полностью всю его комнату выгребла, и тогда я увидела шприцы, и вот всякие трубочки, пипетки, зиплоки, это вот столько у него там было, много этого мусора, эти термопластик, вот эти маленькие пузыречки, да, где, в чем продают наркотики вот эти, и стала лезть в интернет, опять же, за информацией, и я стала узнавать, что это такое, и вот узнала, что это соли, там, ну, в общем, вся химия, да, что вот эта беда коснулась нас, тогда я уже стала понимать, что, ну, это все очень серьезно, и, ну, может очень закончиться печально, стала бояться, и вот тогда я впала в созависие. В моем случае это такое состояние было, когда я, ну, в нем полностью растворилась, да, я очень боялась его потерять, я боялась, что он умрет, да, и вот не хотелось на него насмотреться, то есть я жила только им, я забыла, что у меня дома есть тоже ребенок, что у меня есть муж, что у меня вообще есть дом, в основном это была, ну, жизнь только вот его вот этой зависимостью, когда он там не психует и более-менее такой стабильный, я тоже могла чуть-чуть расслабиться, но в основном я постоянно вот жила в таком напряжении. когда я поняла, что мне надо, наверное, тоже вылечиться, потому что у меня тоже семья, да, то есть, ну, вот еще не только он, но еще и дочь, и семья, в общем, я стала из этого вылазить, то есть я стала, опять же, в интернете узнавать об этом, что такое созависимость, стала читать истории женщин, которые из этого вышли в состоянии, и я стала потихоньку себя приучать к жизни, там потихоньку стала за собой следить, потому что вообще там тоже пошла, там, сделала ногти, да, занялась спортом, занялась там своим здоровьем, потому что я вообще на это не обращала внимания, только вот он, у меня только он был. Получается, что я сама заболела, и как я его смогу, ему помочь, когда там у него проблемы, и я тут же, короче, в истерику, да, я вот какие-то проблемы, и я не могу помочь, потому что я сама сразу становлюсь вот в этой проблеме, то есть я не со стороны вот взрослого, да, никаких трезвых каких-то решений у меня нету, у меня такие же панические начинаются, какие-то в голове, да, такая паника, панические вспышки, все, я сама, я сразу на слезы, да, и опять же все бросаю, лечу к нему, и я его пытаюсь вытащить, но все это через истерику, через слезы, и через вот такое вот, в общем, такое состояние тяжелое, и он же это тоже все видит, он там приходит домой, я там, у меня лицо серого цвета, да, и я такая, блин, ну, опять же, я не понимала, я на тот момент пыталась манипулировать вот этим своим состоянием, у меня вот психосоматически, видимо, все так как-то внезапно, там раз голова разболится, да, там еще что-то там, то судороги начнутся, то еще что-то, и я пыталась манипулировать этим состоянием, пыталась как бы на него ответственность все скинуть за это, то есть я говорю, видишь, ты употребляешь, а если я там, а если вот, ну, со мной что-то случится, я на тот момент не думала, что он сам в опасности, то есть я пыталась манипулировать своим состоянием, что мне тяжело, то, что ты употребляешь, не тебе тяжело, а мне тяжело, мне вообще больно и плохо, и это так и есть, но оно ему не помогает выздоравливать, и я поняла это, что мне нужно, наверное, самой вылечиться вначале, прежде чем его вылечить, то есть вот этими истериками, манипуляцией, опять же параллельно, я постоянно рылась в интернете, я читала всякие психологические там книги, да, какие-то статьи, и вот пыталась узнавать и про созависимость, и опять же про его зависимость, то есть как себя вести, что делать, что может сработать, что не сработает, манипуляция не работает вообще никак, да, ну, он об этом не думает, употребляющий, он не задумывается о моем состоянии, в основном задумывается, где взять, да, средства на дозу, что делать вот с этим, с его состоянием. Он лежал в наркологических центрах, он лежал пять раз, и в принципе у него всегда срывы были после реабилитации, но у него уже такое состояние, когда он понимает, что надо выздоравливать, наверное где-то вот сейчас каждый раз, когда он находился в реабилитационном центре, спустя где-то месяц у него всегда приходило принятие вот этой ситуации, да, и он всегда говорил там, ой, да, мам, я наркоман, да, и он в принципе всегда понимал, что ему нужно выздоравливать, что нет, нужно в общем завязывать, что-то с этим делать, то есть, ну, и он в принципе готов был лечиться, но опять же на выход, ну, по выходу, да, оказываясь в своей вот этой обстановке, он опять начинал срываться, и в общем до следующей реабилитации, пока я его в паранойи опять куда-то не положу. В реабилитационных центрах, я не говорю про первые два, да, ну, включая и государственный, это не реабилитационный центр, да, просто нашу наркологию, там вообще как-то, как-то он вот, наверное, сам варялся, но после них, когда он выходил с этих центров, он сразу же срывался, потому что никакой работы с ним не велось, то есть не психологически, и плюс я еще тоже была в созависимости, как бы вот он, то есть приходил домой, дома тоже вот этот душняк, и, ну, когда я уже его положила в последний центр, он там лежал два раза, там, в общем, очень такая программа, да, хорошая, и вот он стал задумываться о выздоровлении именно вот в одном центре только, но тем не менее, когда он проходил там лечение, курс лечения, там психологическая у них база, да, плюс медикаментозное лечение, он употреблял, ну, как бы, такие, всякие лекарства, ну, вот там поведенческое, поведенческий какой-то стимулятор, да, ну, то есть коррекцию поведения ему какими-то препаратами делали, плюс там антидепрессант, ну, то есть полностью вот это вот лечение подобранное было, и ему, естественно, легче становилось, и он тогда начинал думать о жизни, вот именно после центра последнего, да, но и когда он выходил, он опять оказывался в этой среде, и все равно срывался, и у него были такие мысли там, немысли, моменты, когда он там, помоги мне, я не знаю, как это бросить, я не могу, он вот и мне, и своей бабушке, да, он говорил, что в такие моменты, вот ему уже было плохо, он говорит, я не могу, я просто не могу, вот эта тяга, да, у него проявлялась, мы вот не можем понять, что такое тяга, но что-то, что-то очень такое сильное, да, как мне говорили люди, что-то там, то вены чешутся, то вот, ну вот, пока не употребишь, здесь выбор, либо ты идешь снимать тягу к психиатру, либо, ну, к психиатру-наркологу, либо ты идешь за дозой, вот такой вот момент. Задумываешься над тем, почему так произошло, и в самом начале я очень себя сильно винила, и опять же, вот эта созависимость, и вот это мое чувство вины не давало, да, мне спокойно, именно вот трезво как-то смотреть на эту проблему, что нужно выздоравливать, то есть нужно не загоняться больше, а нужно выздоравливать. Чувство вины очень сильное, потому что сидишь, задумываешься там, вспоминаешь вот эти пробелы, где не додала, где там не приласкала, где не одобрила, и начинаешь вот себя винить, потому что еще у него в период употребления тоже часто такое было, что там, конечно, он тоже меня винил, да, винил, потому что он не берет на себя, не брал тогда на себя ответственность за свое употребление, а сейчас получается, когда вот произошло вот это принятие, что ну все, теперь вот так вот вышло, теперь нужно не утопать в своей вине, не жалеть себя, там не распылять жалость, а нужно именно идти такими твердыми шагами, то есть нужно именно выздоравливать, нужно его вытаскивать, нужно принимать на трезвую, да, то есть на холодную голову какие-то решения, без истерик, без слез, без ничего, и уже вот не сказать, что я отпустила это чувство вины, я скорее всего приняла вот эту ситуацию, что теперь вот так, и уже ничего не изменишь, нужно двигаться дальше просто. У него срывы периодически, ну да, он выбирает трезвость, он хочет быть трезвым, но у него опять же периодически срывы бывают, где-то, ну, два месяца, да, вот он там может держаться, два, три, может и полгода держаться, после реабилитации, он почти год держался после последней реабилитации, но опять сорвался. В общем, такие периодические срывы на вот эти там химическом веществе, да, но мы тут уже стараемся не давить на него, ни я, ни бабушка, да, мы, ну, просто возникает ситуация, где нужно помочь, мы уже просто идем и, в общем, помогаем ему выбраться из этого. Мы создали фонд для того, чтобы как-то привлечь госпрограмму государственную, вообще мы создали объединение, раньше, да, мы, у нас вот несколько мам, и когда проблема явная, то есть в 2019 году мы начали с подругой из группы, создали группу на фейсбуке, ну, естественно, это же очень так анонимно, и все боятся спрашивать. Я, этот, группа, в общем, у нас пустовала, и потом я познакомилась с Маргаритой, с Каракола, журналистка, она осветила эту проблему у себя, к ней обратились два парня, дали интервью, ранее я тоже давала интервью, там, в одном центре, да, частном, наркологическом, и я ей скинула это интервью, говорю, да, это проблема свежая, это везде, потому что, ну, я знаю очень многих ребят, которые употребляют синтетику, и тогда мы стали освещать эту проблему, и она стала постоянно в эфир выходить, и я тоже стала записывать эти ролики, они были длинные, я вообще не умею это делать, да, и у меня, ну, как, нету какого-то профессионального оборудования, просто брала телефон и записывала, то есть, моя цель была вытащить это все, то есть, показать родителям, в основном, вот объяснить родителям, что есть такая проблема, я стала ходить по школам, возле школ, я снимала вот эти шприцы, пипетки, да, то есть, прямо на территории школы, у меня есть такие видео на фейсбуке, и я говорила, что, ну, нужно, эта проблема везде, вот смотрите, таблетки, да, вот капли, очень много бутыльков, да, везде, вот я ходила, смотрела, сразу начинала снимать, то есть, ну, мне казалось, это важно, то есть, это нужно вытаскивать и показывать, что я не просто говорю, что это большая проблема, а вот она на самом деле есть, и это действительно так, то есть, под ногами лежат наркотики, да, аптечные, либо обычные, вот эти вот термопластик, да, и очень часто мне встречаются, и я стала фотографировать и выкладывать, и как бы мы вот начали вот такое движение, стали, стали обращаться к правительству, в итоге потом, даже собралась такая, такое, ну, вот заседание, типа, заместители кабинета министра, по-моему, вот весь кабинет министров и их заместители, много там очень людей было, именно, которые вот с Минздрава и с Бенон, то есть, ну, вот они все, где мы составили список вопросов, да, и вообще свое предложение с Марго, то есть, ну, что нужно делать, на что обратить внимание к каждому, каждому отделу, да, получается, у нас было какое-то свое предложение, это тоже освещало СМИ, да, и есть это все в интернете. Все, как бы, изъявили такое желание, что да, нужно с этим бороться, и причем, вот, например, с Бенон, да, они знают действительно статистику, да, они действительно видят, сколько осталось наркотиков в городе, сколько они задержали, ну, то есть, как бы, вот, они такой информацией владеют, да, наш Минздрав не владеет информацией, статистики нету, кто лечится, да, то есть, вот, мы поняли просто, что если не говорить об этом, оно все опять заглохнет, вот, после даже этого собрания все это заглохло, они, ну, все изъявили такое желание помогать, да, мы создали фонд, именно потому, что нам посоветовал Джол Дубаевич, да, создать фонд, и мы его создали, чтобы привлечь госпрограмму, то есть, организовать наркологический реабилитационный центр для подростков, куда вообще могут обратиться родители, где можно оказать помощь и самим подросткам, и родителям, потому что это комплексное лечение, да, вот, ну, ну, нас, мы, мы, в общем, уперлись, вот, в Минздрав, да, мы дошли до обращения к Минздраву, и все. В Минздраве, когда я ходила с этой программой, мне после отказали, сказали, что денег не предусмотрено, и нам не могут выделить деньги на вот эту госпрограмму, чтобы мы организовали реабилитационный центр. Ну, мы не остановились и стали дальше, и стать любые пути, в итоге вышли вот на ООО «Социум», на ООО «Химая», да, ну, стали как-то что-то делать, то есть мы не перестали обращать внимание на эту тему, ну, стали, в общем, продолжать как-то информировать общество, и тут же параллельно искать какие-то пути, что мы можем вообще предложить, как, что, что теперь делать тоже, без Минздрава уже, потому что они нам помочь не могут, и себе тоже. комплексно всем ведомствам работать, да, тут же у нас такая большая, большое такое, знаете, вот глобальное понимание вот этой проблемы, то есть мы понимаем, что если это подростки, то здесь обязательно Министерство образования, то есть, ну, должно тоже участвовать, то есть информация в школах, информировать родителей, ну, полностью профилактика, конечно, нужно все это продумать, проработать, профилактику нужно такую устраивать, то есть мы даже от своего фонда готовы устраивать профилактику, да, то есть по школам мы готовы ходить и информировать родителей, что вообще это такое, да, работать с родителями, плюс реабилитационный центр, знаете, он должен быть таким, куда может обратиться целая семья, потому что это все, всех затрагивает, прям целую семью затрагивает, и вплоть до бабушек, дедушек, да, употребление одного только человека в семье, подростка тем более, или вообще, ну, молодого человека, да, и необходимо всем менять отношение к этому, да, вот, например, работа в семье, то есть это должен быть такой центр, где всем одновременно могут оказать помощь, мы очень хотим, чтобы это было так, то есть мы его видим вот таким, вот это необходимо, сейчас это необходимо уже.